Как снизить заболеваемость жителей Самарской области туберкулезом и сократить смертность от этой болезни? Об этом говорили специалисты на пресс-конференции в Доме журналиста. Туберкулез – одно из социально значимых заболеваний, наряду с ВИЧ-инфекцией, психическими болезнями, онкологией и сахарным диабетом. На территории Самарской области создана система помощи пациентам. Работают три крупных диспансера на тысячу коек и два санатория, в которых проходит лечение и реабилитацию заболевшей туберкулезом. Медики говорят, темпы снижения заболеваемости есть, они составляют от 50 до 100 человек в год. Мы вроде бы достигли определенных результатов, у нас снизилась первичная заболеваемость, у нас снизилась распространенность. Но темпы, которые относятся к снижению первичной заболеваемости, распространенности, конечно, хотелось бы увеличивать. В регионе внедряются новые методы лабораторной диагностики, проводят телемедицинские консультации. Но при этом ежегодно около тысячи человек в Самарской области впервые заболевают туберкулезом. Чуть менее половины из них – пациенты с ВИЧ-инфекцией. По сути дела, ВИЧ-инфекция является основным фактором риска туберкулеза в настоящее время, потому что связана со снижением иммунитета. Одним из важнейших показателей в борьбе с туберкулезом является смертность. С 2015 года она снизилась в 8 раз, а численность пациентов с хроническим туберкулезом сократилась в 2,5 раза. При такой форме заболевания консервативное лечение неэффективно, приходится прибегать к хирургическому. По словам детского фтезиатра, несовершеннолетние болеют существенно реже взрослых и заражаются от родителей. Поэтому своевременная диагностика взрослых особенно важна. Обследование своевременным флюорографическим методом грудной клетки взрослого населения является самой надежной профилактикой туберкулеза у детей. Медики советуют взрослым не пренебрегать своим здоровьем и ежегодно делать флюорографию, а детям диаскин-тест. Заболевания, выявленные на начальной стадии, вылечить гораздо проще. Виктория Шарая, Игорь Казановский, События.